Выполнена компьютерная томография, ангиография шеи КТ с внутренним контрастным усилением и по миру 370-100 мл, 4,5 мл в секунду в артериальной фазе. Определяется внезапный обрыв правой внутренней сонной артерии на первом сантиметре, краниальной бифуркации общей сонной артерии. Перед обрывом выявлено расширение внутренней сонной артерии до 1 сантиметра. Внутренняя сонная артерия не контрастируется на всем протяжении, как экстра, так и интракраниальные сегменты. Средняя мозговая артерия справа визуализируется. Выявлен гиподенсный участок, ашемический инсульт, теменной и височный долин, справа размерами около 3,5 на 3,8 на 4 сантиметра. Не полностью в зоне сканирования. В остальном грубых изменений со стороны сонных позвоночных артерий не выявлено. Анатомические пространства шеи хорошо дифференцируются. Заглоточное пространство, окологлоточное пространство, переднее и заднее шейные области не изменены. Щитовидная железа патологически не изменена. Носоглотка без патологических изменений. Ротоглотка патологически не изменена. Корень языка, верхушка и тело языка не изменены. Небный миндалин и язычный миндалин не увеличены. Гортаноглотка без особенностей. Гортань не изменена, просвет ее не сужен. Предверие гортани надгортанник черпала надгортанные складки патологически не изменены. Глотис. Просвет не сужен, голосовые связки без деформации. Подсвязочный отдел гортани и трахеи не изменены. Грушевидные синусы дифференцированы. Дополнительных образований в над- и подсвязочном пространстве не выявлено. Увеличенные лимфатические узлы в зоне сканирования не визуализируются. Костных, деструктивных и травматических изменений не выявлено. КТ-признаки умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Киста правой и верхней челюстной пазухи до 1,2 см в поперечнике. Снижение пневматизации правого сосцевидного отростка. Заключение. Окклюзия правой внутренней несонной артерии и шимический инсульт в правой височной теменной доле рекомендуется консультацией невролога-сосудистого хирурга.